Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. По 10 тысяч рублей студентам, поступившим в ВУЗы и СУЗы региона. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение поддержать молодежь. Лучшие идеи и практики озеленения городов. Глава Самары Елена Лапушкина приняла участие в открытии летнего ландшафтного форума. Комфортно жить не запретишь. В Кировском районе Самары благоустраивают двор по улице Дальневосточной. За летний сезон в этом районе города обновят еще семь территорий. О профессии музейного дизайнера и художники, который придумывает и рисует афиши. В музее Алабина провели новое занятие из цикла «Музейная среда для детей». Сладкий вкус победы. Сразу четыре команды представят Кировский район на городском этапе соревнований лета с футбольным мячом. Лучшие идеи и практики озеленения городов. В Самаре открылся летний ландшафтный форум. Его участниками стали архитекторы, дизайнеры, производители растений, поставщики малых архитектурных форм, оборудования и материалов для городского озеленения из различных регионов России. Глава Самары Елена Лапушкина приняла участие в открытии форума. Какие городские и общественные пространства привлекли внимание экспертов, расскажем в сюжете. Показать и обсудить самые интересные проекты общественных пространств, новые идеи и объекты комфортной городской среды. Самара принимает российский летний ландшафтный форум. Участники, приехавшие из разных регионов страны, смогут увидеть лучшие практики оформления общественных территорий областной столицы и поделиться советами по благоустройству и озеленению городов. Похвастать нам действительно есть чем. Это наши территории, которые мы благоустроили. Это замечательная вертолетка. Это сквера к Сакову. Это, безусловно, высота баланса. А какая у нас прекрасная набережная. Там тоже есть чем похвастаться. Совершенно точно. Люди уедут отсюда с новыми знаниями, с новыми умениями. Ну и, конечно, и мы приобретем и знания, и умения, и, может быть, получим ответы на вопросы, на которые у нас пока нет ответа. Сегодня для всех общественных пространств разрабатывают индивидуальный дендроплан. Городские власти работают с архитекторами, агрономами, дизайнерами. В результате каждое место становится уникальным со своей атмосферой. Например, одно из любимых мест горожан – вертолетная площадка в Самаре, откуда открываются удивительные панорамы на Национальный парк Самарская Лука, акваторию Волги и Жигулевские горы. Огромные слова благодарности нашему губернатору Дмитриевичу Азарову за то, что он придал нам решимость зайти на эту территорию, потому что территория действительно очень сложная, она многотеррасовая. И вам, конечно, эту территорию оцените. Мы-то ее и любим абсолютно точно и искренне. Здесь все приближено к природному рельефу. Разработаны маршруты и сценарии пребывания для всех групп населения. Созданы дополнительные смотровые площадки и террасы для обзора и фотосессий. Растительное наполнение учитывает разнообразие местной флоры. Это практически луговое разнотравье. Ландшафтный комплекс, прилегающий территории к филиалу Третьяковской галереи. Интересный тоже объект, довольно новый, современный. Он в авангарде даже, может быть, в каком-то смысле. Вот сад баланса, если мы говорим. Яблонный сквер мы нашим гостям будем показывать. Совершенно новый, просто в этом году еще только-только сделанный. Чуть-чуть, может быть, он еще не набрал сил, но тем не менее уже считается вот этот садовый променад городской, где растения во всей красе будут себя показывать, сменять с сезона к сезону. Среди участников форума не только архитекторы и дизайнеры, которые разрабатывают идеи, но и те, кто помогает их воплощать. Производители растений, поставщики малых архитектурных форм, оборудований и материалов для городского озеленения. Все они объединены общей идеей создать комфортные условия для жизни горожан. Люди после трудового дня, они не должны жить в каменной джунгле, все-таки ходить среди деревьев, кустов, петь должны птицы. Для людей, для жителей города нужны общественные пространства для отдыха. А парки, скверы? У нас 177 общественных пространств. Это и парки, скверы. Я думаю, что все жители Самары должны гордиться этим. Зеленый город – это не только комфорт и гордость жителей, но и туристическая привлекательность. Очень приятно, что этот форум проходит на Самарской земле. Причем он проходит, пожалуй, в первый раз после того, как отменены в полном объеме пандемийные ограничения. И, соответственно, именно город Самара может сегодня показать свои возможности, может сегодня поделиться своими наработками и, самое главное, вовлечь в туристический оборот и представителей тех регионов, которые представлены в виде делегатов этого форума. У нас прагматика, наш город должен максимально расширять свои туристические возможности. Ландшафтный форум продлится три дня. За это время участники увидят реализацию лучших дизайнерских практик в Самаре, прогуляются по знаковым местам, творцом которых выступает не только природа, но и сами люди. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События. Улучшить жилищные условия. Глава Самары Елена Лапушкина вручила сертификаты на приобретение жилья двум многодетным семьям, которые воспитывают по шесть детей. Торжественная церемония состоялась в городской администрации. Чем семьи будут руководствоваться, подбирая новое жилье, узнал Андрей Горгуленко. Сыд Белдуров – отец большого семейства. У него и супруги Татьяны шесть детей. Все, кроме самого младшего, ходят в одну гимназию. Поэтому, чтобы дети без лишних лапот добирались до места учебы, родители снимают квартиру недалеко от учебного заведения. Но мечтают приобрести собственное жилье в том же районе. Самое главное, что мне нужно жилье не то что для себя, а для детей. Чтобы им было удобно ходить в ту заведение, где они учатся, чтобы им было удобно для них. А вот семья Телеляевых, у которых тоже шесть детей, хочет жить поближе к реке. Старшая дочь Валерия увлекается парусным спортом. Да и вообще в частном доме, рассказывают родители Александра и Евгения, гораздо уютнее жить, особенно после квартиры. Помогут исполнить их мечты и сертификаты на приобретение или строительство жилья, которые в преддверии Дня любви, семьи и верности семьям вручила глава Самары Елена Лапушкина. Такую социальную выплату в Самаре выплачивают многодетным семьям, воспитывающим пять и более детей с 2019 года. За это время уже шесть семей улучшили свои жилищные условия. Я рада, что в этом году мы эту традицию продолжаем. Я понимаю, все мои коллеги, понимаю, что, конечно, семья – это основа государства. От того, что нас ждет дома, зависит спокойствие и на работе, и везде, и везде. И, конечно, вам слова благодарности, слова признательности за ваши крепкие, замечательные семьи. После вручения сертификатов глава Самары пообщалась с семьями. Гости рассказали о своих планах, о том, чем занимаются дети и куда они хотят поступать. А также, конечно, поблагодарили за такой прекрасный подарок. Есть вещи, которые делаешь с удовольствием и действительно от души. Потому что я понимаю, что это очень нужно, и это в дело пойдет. Поэтому я сама счастлива. Спасибо вам огромное. Мы оценим вашу помощь, которая очень такую значит. Завершилась торжественная встреча фотографии на память. Затем глава города пожелала родителям удачи и благополучия. Ведь им предстоит выбрать жилье, где их большим семьям будет уютно, удобно и комфортно. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Новая детская площадка с футбольным полем, отремонтированные дороги, освещение и парковка. Все это скоро появится в одном из дворов на Дальневосточной, в Кировском районе Самары. Ранее инициативные жители подали заявку на благоустройство территории по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. И вот подрядчик уже вышел на объект. Затем, как стремительно меняется облик двора, следил Михаил Ермоленко. Еще пару лет назад двор по улице Дальневосточной в Кировском районе Самары был ничем не примечателен. На детской площадке стояла небольшая горка и песочница, которые не вызывали особого интереса у детей, вспоминает жительница одного из домов Ольга Светикова. Тогда жители решили изменить состояние двора и подали заявку в федеральную программу формирования комфортной городской среды. И сейчас, когда подрядчик уже почти закончил с обновлением территории, жители с нетерпением ждут открытия и надеются, что двор точно станет одним из любимых мест отдыха для всех соседей. Проектировали двор вообще всем двором. Дети у нас активно принимали участие. Даже в процессе сочинили песню и сняли ролик. Очень здорово, конечно, было. Ну вот дождались. Слава Богу, наконец-то к нам пришла комфортная городская среда. Уже в скором времени во дворе на Дальневосточной появится обновленная детская площадка. По плану ее решили разделить на три части. Одна для детей младшего возраста, вторая для ребят постарше и третья для подростков. В зоне отдыха уже установили часть игрового комплекса. Спортивные снаряды и заканчивают с мини-футбольным полем. Также разместят необходимые скамейки и урны для мусора. Когда закончим монтаж ворот, приступим к устройству резинового дистематического покрытия. На футбольном поле, на спортивном поле это будет сантиметр площадной. На детской игровой площадке это будет 4 плюс 1. Кроме детской площадки, по периметру также обновят пешеходные зоны. Устроят тротуар, которого раньше не было, сделают освещение, отремонтируют проезды и оборудуют парковочную зону для транспорта. Всем этим занимается другой подрядчик. Обе службы работают одновременно. У каждой рабочей территории есть свои особенности. Во дворе на улице Дальневосточной 4 посередине участка проходят инженерные коммуникации. Однако профильным службам удалось выстроить схему так, чтобы реализовать все задуманное. К счастью, тоже такая редкость, вот это мини-футбольное поле, потому что очень часто бывает, что невозможно даже при большой площади разместить за коммуникацией такие площадки. Здесь это все получается. Здесь должна получиться очень такая хорошая, насыщенная, большая территория. Территория для всего микрорайона, не только для этого двора. Согласно контракту, подрядчик закончит благоустройство к середине августа. Но работы ведутся с опережением графика. Кроме двора по улице Дальневосточной, в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Кировском районе обновят территории еще на шести адресах. В областном центре действуют и другие программы благоустройства. Например, в рамках проекта «Содействие» в этом году обновят пять территорий, в том числе и частный сектор. Уже отремонтирован один из проездов. Также реализуется конкурс общественных инициатив «Твой конструктор двора». Новые ограждения и другие объекты появятся на 25 участках. Помимо этого, комплексно и картами обновят порядка 30 внутриквартальных проездов во дворах Кировского района. Особое внимание уделяют состоянию асфальту у объектов социальной сферы – школ, детских садов и поликлиник. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Далее о других событиях этого дня. С начала весны 3232 жители Самарской области обратились в больницы из-за укусов клещей. 1106 из них – дети. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По состоянию на 4 июля зарегистрировано 7 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Среди населения региона, рассказали в ведомстве, всего в этом году планируют обработать от клещей более 4000 гектаров общественных пространств. В Самаре будут судить сотрудника колонии за побег заключенного. По версии следствия, 2 декабря 2021 года сотрудники колонии в составе караула под руководством обвиняемого произвели вывод четверых осужденных для работ по перекрытию крыши здания. Они не входили в постовую ведомость и не находились на балансе колонии. После выполнения работ осужденных конвоировали в столовую отдела охраны для смены рабочей одежды. В результате одному из них удалось сбежать с территории колонии через окно. Позже его задержали сотрудники МВД на территории Безанчукского района. В ближайшее время уголовное дело собираются направить в суд для рассмотрения по существу. Британская фирма судится с самарским предпринимателем из-за свинки Пеппе. Компания требует компенсацию за использование образа поросенка Джорджа, брата главной героини детского мультсериала. Иск о нарушении исключительного права на произведение изобразительного искусства направили против индивидуального предпринимателя, занимающегося розничной торговлей. Дело рассматривает арбитражный суд Самарской области. По словам представителей компании, бизнесмен незаконно использовал образ поросенка Джорджа из мультсериала про свинку Пеппу. Сумма требований истца составляет 10 тысяч рублей. Пока иск принят к производству, разбирательство по нему продолжается. Новый цикл занятий для детей начался в музее имени Алабина. Сотрудники в игровой форме рассказывают о самых необычных профессиях, связанных с работой в музее. О том, как проходят занятия, расскажет Александра Гусева. Кажется, летние каникулы начались только вчера, но фактически лето готовится встретить экватор. Организовать досуг своих детей не только разнообразным, но и познавательным вовсю стараются родители. Людмила Поленкевич с теплотой и улыбкой вспоминает, как она впервые привела своих внуков в музей. Дети заскучали на даче, и бабушка решила показать им Самарский музей Алабина. По счастливой случайности, именно в этот день начались занятия из цикла «Музейная среда для детей». На первом занятии дети узнали все о работе экскурсовода. Дочь уехала, говорит, ну если что, возить их? Она говорит, вози, им нравится. Ну вот мы и ходим. Даша любит рисовать, и вот она гербари очень. Они потом эти гербари, которые принесли домой, переделывали. Ага, это вот убирали что-то, то есть создали другие композиции. Музейная среда для детей придумана для того, чтобы познакомить юных посетителей с музеем изнутри и показать, что каждый миллиметр выставочного зала был кем-то придуман и изготовлен. Каждую среду в музее проходят занятия для детей школьного возраста. Тематика то и дело меняется. Ребята могут примерить на себя роль экскурсовода, археолога, палеонтолога, ботаника или, как, например, сегодня, музейного дизайнера. И здесь сегодня мы изучаем, кто такой дизайнер, потому что музей без дизайнера не может быть воплощен. То есть все, что вы видите, это дело рук дизайнера. И вот за моей спиной, собственно, макет плеозавра, это морской ящер. Мы здесь любовно его зовем Яша, потому что вот он такой наш родной экспонат. И сегодня дети, собственно, познакомятся с Яшей, узнают, что его когда-то кто-то сделал своими руками. И они тоже могут быть дизайнерами, попробовать себя в этой роли. По рассказам Екатерины Орловой, плеозавры Яшу собрали много лет назад сами сотрудники музея из того, что было под рукой. И вот уже который год он красуется перед посетителями, как самый настоящий символ творческого подхода к работе. На сегодняшнем занятии Яша был главным героем афиши, которую ребята изготовили на мастер-классе. Юных посетителей ждут подвижные игры, просмотр тематических видео, мастер-классы и, конечно же, экскурсия по музею. Занятия планируют проводить до конца лета. Александра Гусева, Сергей Баскин, События. Кубки, медали и путевка на новый уровень. В Кировском районе Самары наградили победителей первого этапа турнира «Лето с футбольным мячом». Как развивались события на полях, расскажет наш корреспондент Анатолий Головко. Проявить себя и почувствовать вкус больших побед. В Кировском районе Самары подвели итоги районного этапа турнира «Лето с футбольным мячом». За право участвовать в городских соревнованиях бились 22 команды. 220 мальчишек и девчонок, влюбленных в один из самых популярных видов спорта на планете. Лучшие из лучших получили заслуженные награды, почетные грамоты, медали и кубки. Честовали победители и представители городских властей. Районный этап у нас прошел достаточно активно. У нас 4 победителя, 4 школы в разных возрастных категориях. Тоже 2 школы представляют девочек, 2 школы мальчиков. Те, которые победили и выходят у нас на городские соревнования. Чтобы достичь высоких результатов на городском и областном этапах, юным спортсменам придется приложить еще больше усилий. Женская команда Павла Журавлева сумела стать триумфатором соревнований на районном уровне. Но планку строгий наставник снижать не намерен. Напротив, тренер считает, что его подопечные готовы взять новую высоту. Старшие девочки на протяжении уже 4 лет показывают стабильный результат. Это 2008, 9 год рождения. И мы даже в прошлом году выиграли первенство области лет с футбольным мячом. И съездили в Москву, повидались в родненое время. Замечательная была поездка. В этом году мы хотим повторить, но все намного сложнее. Лето с футбольным мячом – соревнование, которое поддерживают и школьные педагоги. Ученики не бросают тренировки даже во время больших каникул. Спорт – это здоровье, и здоровые дети – это наша задача. Поэтому занятие спортом не только в период учебы, но и в летний период – это очень важно. И мы стараемся, конечно, принимать участие во всех мероприятиях, организовывать их на своей базе. Турнир «Лето» с футбольным мячом проходит в Самаре уже в 14-й раз, но с каждым годом количество участников неуклонно растет. В общегородском турнире соревнуются около 200 команд в двух возрастных категориях – дети от 9 до 11 и от 12 до 14 лет. Игры продолжатся до 31 августа. Второй этап соревнований проведут с 22 по 24 июля на площади Куйбышева. В нем будут сражаться команды-победители районных этапов турнира. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Новые чемпионы 11 сезона Самарской любительской хоккейной лиги сражались за золотые медали и кубки плей-офф до последней секунды последнего матча. Именно так охарактеризовало прошедший чемпионат руководство областной хоккейной ассоциации. В трех турнирах, проходивших параллельно, сыграло порядка 50 команд и почти полторы тысячи спортсменов-любителей. Тему продолжит наш корреспондент Сергей Кизоркин, который, как капитан команды «Аллигаторы», в этом чемпионате завоевал бронзовую медаль – третью по счету за все время проведения соревнований. Три чемпиона регулярного сезона в разных дивизионах и пять обладателей кубков – таков итог 11-го чемпионата Самарской любительской хоккейной лиги. Параллельно проходило три турнира. Команды распределили по мастерству – начинающие, середнячки и продвинутые. В итоге за медали сражались на льду почти полторы тысячи спортсменов. Иногда играть приходилось в сложных условиях. Думали, в общем-то, будет 39-43, а стало, в общем-то, 53. Объяснить можно одним словом – пандемия. Люди просто думали, что не будут играть, народу у них не будет, но все-таки народ собрался, народ в командах появился и, в общем-то, начали играть. Некоторые команды начинали турниры в неполных составах. Вместо трех пятерок было полторы. Однако руководство лиги лояльно отнеслось к ситуации недобора игроков и позволило дозаявлять спортсменов по ходу соревнований. В итоге со второго круга гладкого чемпионата конкурентная борьба за каждое очко в турнирной таблице обострилась. Сенсации сменяли друг друга. Порой аутсайдеры побеждали лидеров, а середнячки между собой побеждали в одну шайбу. Поэтому итоговые места на пьедестале почета не были известны до последнего календарного матча. Любая команда может заявиться, приложив усилия, организовав регулярные тренировки, товарищеские игры, получаем результат, получаем призы. Три регулярных турнира стартовали в сентябре. Закончились в апреле. Май – время плей-офф. Восемь лучших команд в каждом дивизионе разыграли кубки Самарской любительской хоккейной лиги. Аутсайдеров поделили на две группы. Они сражались за «Малый кубок» и «Кубок Козлова». Одиннадцатый сезон для хоккеистов закончился, но руководство лиги уже готовится к новому сезону. И на повестке две проблемы. Количество команд-участниц может уменьшиться минимум на восемь. Спортивная федерация по хоккею Самарской области объявила о полукоммерческом чемпионате области. И команды могут уйти играть в новом турнире. Второй вопрос на повестке. Ночная хоккейная лига – дивизион для ветеранов. По мнению руководства САЛХЛ, нужно там создать две группы – Тольятти и Самара, чтобы на всероссийский турнир ездили чемпионы из двух этих городов. Ассоциация и федерация должны работать вместе. Я никогда не отключаю. Надо нам зайти туда, в федерацию, из какой-то, какой-то единицы, что мы вот этот любитель, ради бога, мы, пожалуйста, и мы туда войдем. Да не вопрос. То есть мы все работаем только для людей, чтобы людям было хорошо. Потому что, ну, чем больше будут заниматься, тем будет лучше для всех нас. А пока решаются наболевшие проблемы любительской лиги, спортсмены отмечают победы, залечивают душевные и телесные травмы и мечтают о новом, интересном и захватывающем городском открытом чемпионате по хоккею. Организационное собрание руководителей команд САЛХЛ пройдет 18 июля по традиции на стадионе «Маяк». Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самары ГИС». Обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Как поступить в ВУЗ при помощи одного клика в телеграм-канале промышленного района «Самары» информируют, что сейчас это можно сделать, не выходя из дома. Для этого подать заявление в университет на любую форму обучения нужно через портал «Госуслуг» и суперсервис поступления в ВУЗ онлайн. Подробную инструкцию можно посмотреть в опубликованном ролике. Топ-5 возможностей для трудоустройства в рамках нацпроекта «Демография» публикует в своем телеграм-канале администрация Самарского района. В памятке информация для тех, кто хочет сменить профессию или пройти стажировку для начала карьерного пути. Здесь же можно узнать о том, как выйти на работу раньше окончания декретного отпуска и устроить малыша в ясли. Подать заявку на переобучение новой профессии можно на портале «Работа России». Глава Ленинского района Елена Бондаренко посетила открытие экспозиции «Эксклюзивная кукла особняка Клотта. Сезон 2022. Образы горожан конца XIX – начало XX веков», сообщает телеграм-канале. Город и горожане 13-е по счету коллекции заслуженного работника культуры России Ольги Бакановой, которая руководит в детской картинной галерее кукольной мастерской. Вместе с историческими костюмными куклами в музее открылась выставка премьера. Это рисунки, керамика, коллажи и макеты, выполненные детьми в мастерских детской картинной галереи. К проекту «Карты жителей Самарской области» присоединились уже более 25 тысяч жителей региона, сообщает телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». Заказать карту можно путем подачи онлайн-заявки на портале «Карты жителей» или в отделении их банков. Их список можно найти на портале во вкладке «Информация о банках». «Карты жителей» позволяет проводить банковские операции, оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, а также использовать государственные электронные сервисы. Телеканал «Самарагиз» запустил новый конкурс в честь своего 15-летия. Поучаствовать и побороться за подарки могут все жители столицы губернии старше 16 лет. Конкурс продлится до конца июля. Условия предельно просты. Подписаться на группы телеканала «Самарагиз» в социальных сетях, прислать фото или видео поздравления телеканала на электронную почту, выложить фото или видео этого поздравления с хэштегом «Самарагиз» на своей странице во Вконтакте. Подведение итогов конкурса состоится 16 августа. Подробнее об акции и подарках можно прочитать на нашем сайте и на наших страницах в социальных сетях. На этом наш выпуск завершен. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самарагиз» на страничках в «Одноклассниках» и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»